Добрый день, ребята! Сегодня у нас следующая сказка. Бианка написала его приключения. Муравьишки. Смотрите, какой хороший муравьишка. Вы же знаете, что все муравьи, они очень трудолюбивые. И они быстро строят себе такие вот домики. И живут там. И целый день бегают, таскают туда маленькие прутики, листики. И все это кушают и строят себе дальше домик. Сейчас мы узнаем, что случилось с нашей муравьишкой. И попадем в сказочный мир леса. Смотрите и слушайте внимательно. Залез муравей на березу. Долго долез до вершины, посмотрел вниз. А там на земле его родной муравейник чуть виден. Муравьишка сел на лист и думает. Отдохну немножко. И вниз. У муравьев ведь строго. Только солнышко на закат. Все домой бегут. Сядет солнышко. Муравей все ходы и выходы закрывают. И спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночует. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листике и думает. Ничего, поспею. Низ ведь скорее. А листок был плохой. Желтый, сухой. Дунул ветер. И сорвал его с ветки. И полетел муравей вместе с листочком. А куда? Сейчас мы узнаем. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка на листочке, качается, чуть жив от страха. Занес ветер листок на луг за деревней. А там и бросил. Листок упал, как камень. Муравьишка сел, ноги отшит. Лежит и думает. Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. Место кругом ровное. Был бы здоров, сразу бы побежал. Да вот беда. Ноги болят. Обидно. Хоть землю кусает. Смотрит муравей. Рядом гусеница. Землемер лежит. Червяк червяком. Только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка говорит землемеру. Землемер, землемер. Снеси меня домой. У меня ножки болят. А кусаться не будешь? Кусаться не буду. Ну, садись, подвезу. Видите, какой землемер у него сзади ножки и спереди ножки. А сам он длинный. То задние ножки подтянет, то передние вперед выпустит. Муравьишка скарабкался на спину к землемеру. Тот изогнулся дубкой. Задние ноги к передним приставил. Хвост к голове. Потом вдруг встал во весь рост. Да так и лег на землю палка. Отмерил на земле. Сколько в нем роста. И опять к другу в дугу скрючился. Так и пошел. Так и пошел землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к небу. То вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит. Стой, а то кушу. Видите, как землемер. То вверх спинка, то вниз. А муравьишке не очень удобно так. Туда-сюда болтаться. Остановился землемер. Вытянулся по земле. Муравьишка слез. Еле отдышался. Огляделся. Видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит. А по лугу паук. Синокосец шагает. Ноги, как ходули у него. Между ног голова торчит. Паук, а паук. Снеси меня домой. У меня ножки болят. Ну что ж. Садись. Подвезу. Пришлось муравьишке. По паучачьим ногам. Вверх лезть. До коленки. Из коленки вниз спускаться. Пауку на спину. Коленки у синокосца торчат выше спины. Начал паук. Свои ходули переставлять. Одна нога тут. Другая там. Все восемь ног. Будто спицы. В глаза у муравьишки замелькали. В глазах у муравьишки замелькали. Идет паук. Небыстро. Брюхом по земле чиркает. Надоело муравьишке. Такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут на счастье. Вошли они в гладкую дорожку. Остановился паук. Слеза говорит. Вот жужелица бежит. Она резвее меня будет. Смотрите какой паук. Ножки какие длинные у него. И много как. Вот муравьишка на нем прокатился. Не очень понравилось ему. И что же будет дальше? Ему же надо до заката солнца успеть. В муравейник. А то все двери и окна закроют. Слез муравьишка. Жужелица, жужелица. Снеси меня домой. У меня ножки болят. Садись, прокачу. Только успел муравьишка вскарабкаться. Жужелица на спину. Она как пустилась бежать. Ноги у нее ровные, как у коня. Бежит. Шестиногий конь бежит, не трясет. Будто по воздуху летит. Медь там час до картофельного поля. А теперь слезай, говорит жужелица. Не с моими ногами по картофельным грядкам прыгай. Другого коня бери. Пришлось срезать. Видите, как она быстро бежит. Это картофельное поле. Картошка цветет. Такие красивые цветы у картофеля, когда он цветет. А тут жуки другие уже лазят. Лакомятся. Картофельная ботва для муравьишки. Лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать. А солнце уже низко. Вдруг слышит муравьишка. Пищит кто-то. А ну-ка, муравей. Полезай ко мне на спину. Поскачем. Обернулся муравьишка. Стоит рядом жук. Жук, блошачик. Чуть от земли видно. Да ты маленький. Тебя меня не поднять. Ты-то большой. Лезь, говорю. Ой, как уместился муравьишка на спине у блошачки. Только-только ножки поставил. Влез? Ну, влез. А ведь так держать. А влез так держать. Блошачик подобрал от себя пустые задние, толстые задние ножки. А они у него как пружинки складываются. И щелк распрямил их. Глядь, уже и на грядке сидит. Щелк на другой, щелк на третий. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает. А через забор сможешь? Через забор не могу. Высоко очень. На кузнечика попроси. Он поможет. Видите? Посоветовал, чтобы кузнечика попросил. Он поможет. Вот так он щелк и перепрыгивал. Щелк и дальше. Какую историю попал у нас кузнечик, муравей. А вот тут уже кузнечик. Муравей увидел кузнечика и говорит. Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой. У меня ножки болят. Садись на загривок. Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные ноги. Задние ноги пополам, потом разом. Выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как блошадчик. Но тут с треском развернулось у него за спиной крылья. Перенесли кузнечика через забор и тихонько опустили на землю. Стоп, сказал кузнечик. Поехали. Муравьишка глядит вперед. А там широкая река. Год по ней плыви, не переплывешь. А солнце еще ниже, кузнечик говорит. Через реку и мне не перескочи. Очень уж широкая. Стой-ка, я водомерку крикну. Будет она перевозчиком перевозить тебя. Видите, как тут забор внизу. А кузнечик не только подпрыгнул, но еще и крылышками замахал. И потом еще и полетел. И перелетел через забор. А тут вот, видите, вода. Затрещал по-своему. Глядь, бежит по воде. Лодочка на ножках. Подбежала. Нет, не лодочка. Водомерка. Клоп. Так вот, видите, с ножками. И она скользит по воде. Вы, наверное, видели такую водомерку. Водомер, водомер, снеси меня домой. У меня ножки болят. Ладно, садись. Перевезу. Сел муравьишка водомер. Подпрыгнул. И зашагал по воде. Как по суху. А солнце уже совсем низко. Миленький, шибче просит муравьишка. Меня домой не пустят. Можно и пошибче, говорит водомер. Да как припустит, оттолкнется, оттолкнется ножками. И катит, скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутились. А по земле не можешь, не можешь, спрашивает муравьишка. По земле мне трудно. Ноги не скользят. Да и глядите-ка, впереди лес. Ищи себе другого коня. Посмотрел муравьишка вперед и видит. Стоит над рекой лес высокий. До самого неба. И солнце над ним уже скрывается. Нет, не попасть, муравьишки, домой. Гляди, говорит водомер. Вот тебе и конь ползет. До берега довелся вон. Теперь видит муравьишка. Ползет мимо майский хрущ. Тяжелый жук, неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушал водомера. Хрущ, 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 снеси меня домой. У меня ножки болят. А где ты живешь? В муравейнике за лесом. Далеконько. Ну что с тобой делать? Садись, довезу. Сел муравьишка. Полез муравьишка по жесткому жучьему боку. Сел. Сел что ли? Сел. А куда сел? На спину. Эх, глупый. Полезай на голову. Лез муравьишка жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине. Разложил жук спину. Надвое. Два желтых крыла. Приподнял крылья у жука. Точно два перевернутых корыта. А из-под них другие крылышки лезут. Разворачиваются. Тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних. Стал жук пыхтеть, надуваться. Уф, уф, уф. Будто мотор заводит. Дяденька просит муравьишка. Поскорей, миленький. Поживей. Не отвечает жук. Только пыхтит. Уф, уф, уф. Вдруг затрепетали тонкие крылышки. Заработали. Поднялся хрущ на воздух. Как пробку выкинуло его ветром вверх, выше леса. Муравьишка сверху видит. Солнышко уже краем земли зацепило. Смотрите, уже солнышко совсем садится. А вот этот жук, у него снизу такие тоненькие крылышки. Они складываются, а сверху такие, как лаковые крылышки. И он на голову сел жуку. Жук поднялся высоко над лесом, выше леса поднялся. Но муравьишка переживает, солнышко уже совсем низко. Как помчал хрущ, у муравьишки даже дух захватило. Жжжж, тук-тук-тук, несется жук. Буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и береза знакомая, и муравейник под ней. Над самой вершиной березы выключил жук мотор и пошел. И шлеп сел на сук. Дяденька, миленький, смолился муравьишка. А вниз-то никак, у меня ведь ножки болят. Я тебе шею сломаю. Я себе шею сломаю. Сложил жук тонкие крылья вдоль спины, сверху жесткие. Корычатые прикрыл. Корычатыми прикрыл кончики тонких крыльев. Аккуратно под крыльца убрал. Подумал и говорит. А уж как тебе вниз спускаться? И не знаю. Я не муравейник. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы муравьи кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь. Глянул муравишка вниз. А там под самой березой. Береза его родной дом. Глянул на солнышко. Солнышко уже по пояс землю ушло. Глянул вокруг себя. Сучья да листья. Листья да сучья. Не попасть, муравьишки, домой. Хоть не с головой бросайся. Вдруг видит. Рядом на листочке. Гусеница. Листовертка сидит. Шелковую нитку из себя тянет. Тянет на сучок, мотает. Гусеница. Гусеница. Спусти меня домой. Последняя не минуточка осталась. Не пустят меня домой ночевать. Отстань, видишь. Дело делаю. Пряжу приду. Все меня жалели. Никто не гнал. Ты первая. Видите, на березе наверху сидит муравьишка. А внизу у него домик муравейник. А здесь гусеница. Делом занята. Шелковую ниточку придет. Все его всегда соглашались и помогали. А одна она только отказывала. Не удержался муравьишка. Кинулся на нее. Да как куснет. С перепугу гусеница лапки поджала. Да кувырк с листа. И полетела вниз. А муравьишка на ней висит. Крепко вцепился. Только недолго они падали. Что-то их сверху дерг. И закончилось их. Они оба на шелковой ниточке. Ниточка на сучок была намотана. Качается муравьишка на листоверке. Как на качели. А ниточка все длиннее и длиннее делается. Выматывается у листоверки из брюшка. Тянется. Не рвется. Муравьишка с листоверкой все ниже и ниже. Ниже и ниже отпускается. А внизу муравейники. Муравьи хлопочут. Спешат. Выходы. И входы все закрывают. Все закрыли. Один последний. Вход остался. А муравьишка с гусеницы. Кувырк. И домой. Тут и солнышко зашло. Видите, как он успел. У гусеницы ниточка все. Вытягивалась, вытягивалась. Вот они и спустились до земли с макушки. Здесь цветочки растут. Красиво. Грибочки. Все уже входы-выходы были закрыты. Один последний. Остался. Прыг. Муравьишка. И успел. Вот как хорошо помогли ему все в лесу. Надо всегда помогать друг другу. Тогда будет всем лучше. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец. И жду ваших комментариев. Всего вам доброго, друзья. До свидания.